Морозка Живало-бывало. Жил дед, да с другой женой. У деда была дочка, и у бабы была дочка. Все знают, как за мачехой жить. Перевернешься — бита, и не довернешься — бита. Родная дочь, что не сделает, за все гладит по головке. Умница! Патчерица и скотину поила-кормила, дрова и воду в избу носила, печь топила, избу мила еще до свету. Ничем, старуха, не угодишь. Все не так, все худо. Ветер хоть пошумит, да затихнет, а старая баба расходится, не скоро уймется. Вот мачеха и придумала патчерицу сосвету сжить. — Вези-вези ее, старик, — говорит мужу, — куда хочешь, чтоб мои глаза ее не видали. Вези ее в лес, на трескучий мороз. Старик затужил, заплакал. Однако делать нечего, бабы не переспоришь. Запряг лошадь, садись, милая дочь, в сани. Повез бездомную в лес, свалил в сугроб под большую ель и уехал. Девушка сидит под елью, дрожит, а зноб ее пробирает. Вдруг слышит, невдалеке морозка по елкам потрескивает, с елки на елку поскакивает, пощелкивает. Очутился на той еле, под которой девица сидит. И сверху ее спрашивает. — Тепло ли тебе, девица? — Тепло, морозушка. — Тепло, батюшка. Морозка стал ниже спускаться. Сильнее потрескивает, пощелкивает. — Тепло ли тебе, девица? — Тепло ли тебе, красная? Она чуть дух переводит. — Тепло, морозушка. Тепло, батюшка. Морозка еще ниже спустился, пуще затрещал. Сильнее защелкал. — Тепло ли тебе, девица? — Тепло ли тебе, красная? — Тепло ли тебе, лапушка? Девица окостеневать стала. Чуть-чуть языком шевелит. — Ой, тепло, голубчик, морозушка. Тот морозка сжалился над девицей, окутал ее теплыми шубами, отогрел пуховыми одеялами. А мачеха по ней уж поминки справляет, печет блины и кричит мужу. — Ступай, старый хрич, вези свою дочь хоронить. Поехал старик в лес. Доезжает до того места, под большую елью сидит его дочь. Веселая, румяная, в соболье и шубе, вся в золоте, в серебре. А около — короб с богатыми подарками. Старик обрадовался, положил все добро в сани, посадил дочь, повез домой. А дома старуха печет блины, а собачка под столом. — Тяф, тяф, старикова дочь в злать, в серебре везут, а старухину замуж не берут. Старуха бросит ей блин. — Не так тявкаешь. Говори, старухину дочь замуж берут, а стариковой дочери косточки везут. Собака съест блин и опять. — Тяф, тяф, старикова дочь в злать и в серебре везут, а старухину замуж не берут. Старуха блины ей кидала и била ее, а собачка все свое. Вдруг заскрипели ворота, оттворилась дверь, в избу идет падчерица. В злать и серебре так и сияет. А за ней несут короб высокий, тяжелый. Старуха глянула и руки врозь. — Запрягай, старый хрыч, другую лошадь. Вези, вези мою дочь в лес, да посади на то же место. Старик посадил старухину дочь в сани, повез ее в лес на то же место, вывалил в сугроб под высокой елью и уехал. Старухина дочь сидит, зубами стучит. А морозка по лесу потрескивает, с елки на елку поскакивает, пощелкивает, на старухину дочь поглядывает. — Тепло ли тебе, девица? Она ему. — Ой, студена, не скрипи, не трещи, морозка. Морозка стал ниже спускаться, пуще потрескивать, пощелкивать. — Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная? — Ой, руки-ноги отмерзли! Уйди, морозка! Еще ниже спустился морозка. Сильнее приударил, затрещал, защелкал. Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная? — Ой, совсем застудил! Сгинь, пропади, проклятый морозка! Рассердился морозка. Да так хватил, что старухина дочь окостенела. Чуть свет старуха посылает мужа. — Запрягай скорее, старый хрыч, поезжай за дочерью, привези ее в злать-серебре. Старик уехал, а собачка под столом. — Тяф-тяф! Старикова дочь женихи возьмут, а старухиной дочери в мешке косточки везут. Старуха кинула ей пирог. — Не так тявкаешь! Скажи старухину дочь в злать-серебре везут. А собачка все свое. Тяф-тяф! Старухиной дочери в мешке косточки везут. Заскрепели ворота. Старуха кинулась встречать дочь. Рогожу отвернула, а дочь лежит в санях, мертвая. — Заголосила старуха. — Да поздно.